Hi, bestie! Всем добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео в 2024 году. Я не снимала видео где-то два месяца и, скажем так, ушла в такой незапланированный, спонтанный перерыв. На самом деле в моей жизни произошли некие изменения, и 2024 год у меня просто год новых мыслей, новых желаний, новых целей. Я теперь опять студентка, и в этом новом 2024 году поступила на новую специальность, а именно Information System Technology. I'm an IT girl now. И на самом деле я счастлива, но я думаю, по мне не скажешь, что I'm an IT girl. Но об этом поподробнее я вам расскажу в каких-нибудь других видео. И этот новый год я также начала с нового ухода за кожей, за лицом, за волосами. И сегодня хочу поделиться своими новыми продуктами. И в этом видео я не буду делать с вами какой-то скинкер, я просто вам хочу рассказать о своих продуктах, чем я сейчас пользуюсь, что мне нравится. Так что давайте начнем. Своих прошлых видео в прошлом году рассказывала вам уже про этот бренд, про эти продукты, а именно Glow Recipe Nice Nama Dew Drops Watermelon Glow Toner. Эти два продукта были у меня в фаворитах долгое время. Еще с августа у меня были пробники, и вот я наконец-то приобрела себе полные размеры, и сейчас активно ими пользуюсь. Единственное, я не знаю, буду ли я повторять этот уход, потому что я не знаю, что случилось. Но когда я использую эти два продукта вместе, я заметила, что у меня начали выходить какие-то высыпания. На данный момент я перестала использовать этот тонер, и заметила, что эти высыпания прошли, а этот серум сам по себе работает очень хорошо. Я заметила, что тон кожи у меня вырубнился и посветлел, после него у меня кожа сияет, блестит. Я не хочу ставить крест на этом тонере, потому что осенью я им пользовалась, все было супер, все было классно. Но я думаю, когда вместе совмещаешь эти два продукта, немного моя кожа тяжеловата изо всех этих кислот. В будущем, когда моя кожа немного успокоится, я буду вводить этот тонер опять в свой уход. Я очень давно искала какой-то классный крем, увлажняющий для лица, потому что я использую много разных серумов и кислот, чтобы не утяжелять свой уход. Мне хотелось найти какой-то суперлегкий крем, и я его нашла. Это вот такой вот Magic Water крем от Charlotte Tilbury. Я просто обожаю Charlotte Tilbury, ее косметику и ее уход. У меня есть еще один продукт от нее, я вам сейчас покажу. У нее есть очень популярный крем, который называется Magic Крем. Он хорошо работает, его все хвалят, вначале думала попробовать его. Он по текстуре очень плотный, очень жирненький и больше подходит на вечерний уход. А, как я уже сказала, я хотела что-то полегче, и она как будто бы услышала меня и сделала вот такой вот крем. У него такой гелево-водяной эффект, он очень легкий. Когда его наносишь на лицо, он просто как масло размазывается. Кстати, у него нету запаха, использую уже почти два месяца, и я просто в восторге. В него входит гиауроновая кислота, именно это дает такое вот увлажнение и сияние. Я думаю, уже все наслышаны про лифтинг-массаж, лифтинг-эффект от Гуаша. В этом году я решила тоже попробовать. Я пересмотрела все туториалы на разных языках, результаты до и после, и хочется реально понять, узнать, правда ли это так или нет. Поэтому я тоже начала делать себе этот массаж Гуаша. Этот массаж уже делаю около месяца. Пока что я больших результатов не вижу, я думаю, мне нужно больше времени. Я вам сниму видео про этот массаж, про туториал, как я его делаю. И вообще я хочу рассказать, работает это или нет, до и после, в общем, все увидите. И для того, чтобы делать этот массаж, нужно хорошо увлажнять кожу. И для этого я взяла вот такое вот себе масло для лица от Шарлотт Тилбери. Масло с коллагеном и с эфирными маслами. Это такой микс масел. Тут входит оливковое масло и лавандовое масло. В общем, я тут перечислю ингредиенты. В это масло входит коллаген, а коллаген у нас улучшает эластичность кожи. Также борется с какими-то видимыми морщинками. Также увеличивает приток крови в кожу. Этим маслом можно пользоваться каждый день. Их компания сама об этом тут пишет. Можно использовать утром и вечером, смешивать его с вашим влажняющим кремом. Но зависит все-таки от того, какой у вас тип кожи. Если у вас сухая кожа, то можете им пользоваться утром и вечером. А если у вас жирная либо комбинированная кожа, то они советуют смешивать с каким-то вашим кремом. Либо сначала наносить крем, и потом это масло. И вместе они будут хорошо работать. Я очень давно слышала про разные гидрофильные масла. И то, что они лучше, чем мицеллярная вода. Что они лучше очищают макияж и так далее. И я всегда пользовалась мицеллярной водой от Carnier. Потом я попробовала вот эту от Biotherma. И в принципе, я довольна. Мне нравится мицеллярная вода. Но все-таки решила попробовать гидрофильное масло. И выбрала также от Biotherma. В принципе, она хорошо очищает от макияжа. Но особой какой-то разницы я так не заметила. Плюс мне не очень комфортно. Вначале очищать это все руками. Потом полотенчиком. В общем, не знаю. Как-то я к этому маслу еще не привыкла. Но я думаю, его добью. И потом уже точно дам вам отзыв. Если вы искали какое-то бюджетное гидрофильное масло, то присмотритесь к Biotherma. И последний из моих фаворитов. Это вот такие вот патчи от прыщиков. Я, если честно, к ним относилась как-то скептически. Когда я видела эти все рекламы. Как другие блогеры используют эти патчи. Бренд Hero мне понравился. Я только его и пробовала, если честно. Но он хорошо работает. Хорошо справляется. Вы просто наносите один патч на прыщ на ночь. И утром, когда вы просыпаетесь, он все в себя всасывает. И прыщ просто проходит. Я не знаю, как это работает, но это реально работает. И я уже это проверяла не первый раз. И вот так вот они выглядят. Они прозрачные. И это номер один находка. И мой фаворит. Мой любимый фаворит на данный момент для губ. Это вот такой вот Lip Butter от бренда Summer Fridays. Мне очень сильно нравится это масло. Оно хорошо увлажняет. Нереально вкусно пахнет. Просто хочется съесть. И у него такая вкусная упаковка. Ее тоже хочется съесть. Это был весь мой новый уход за лицом. У меня появился новый фаворит в декоративной косметике. У меня других каких-то новых продуктов в косметике нету. Поэтому я решила добавить это сюда. А именно вот такой вот консилер от Dior. Forever Skin Correct. Я в восторге от этого консилера. Вначале я взяла себе консилер от Charlotte Tilbury. Но он мне вообще совсем не подошел. Мне не понравилась его текстура. А вот этот консилер от Dior мне очень сильно нравится. И это мой фаворит на данный момент. Я почти что каждый день делаю какие-то укладки, кудри, на утюжок, на плойку. Постоянно делаю что-то со своими волосами. Не даю им покоя. Поэтому мои волосы немного требуют ухода, увлажнения. И я взяла себе вот такую вот маску от бренда Amica. Это новый бренд для меня. Но я его постоянно везде видела. Этот бренд очень сильно хвалят. Эта маска наполнена разными антиоксидантами и нутриентами полезными для ваших волос. Очень хорошо увлажняет и наполняет волосы. Я прям после неё чувствую вот этот эффект, как мои волосы становятся такими гладкими. И плюс она нереально вкусно пахнет. Я уже сказала, что волосы у меня всегда подвержены вот этому хиту. И в качестве защиты я взяла себе вот такое вот масло от Olaplex номер 7. Оно вообще никак не ощущается на волосах. Наоборот, придаёт сияние. И волосы просто выглядят идеальными, ровными, красивыми, сияющими. Также это масло защищает от UV лучей и защищает от нагревания. Это масло защищает ваши волосы до 230 градусов Цельсия. И на этом было всё. Вот такими вот классными продуктами я сейчас пользуюсь. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было полезным. И вы нашли какие-то новые продукты для себя. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И всем пока, до новых встреч!